Этот человек официально пока не находится в международном розыске, но это дело техники и времени. Потому что его предшественник Шойгу, ну и действующий начальник генштаба, там уже находятся по статье «военные преступления». Так вот, уже проявивший себя как военный преступник министра обороны Российской фашистской федерации Андрей Белоусов, вчера позвонил Ллойду Остину. Ллойд Остин известен тем, что в вопросе уничтожения российских оккупантов и обеспечения украинской армии как-то сказал, всегда можно лучше и больше. И если учесть, что это в некотором роде участившийся контакт по линии глав оборонных ведомств США и Российской Федерации, тут сразу возникает вопрос, на чем сейчас труд американцы с российскими фашистами. У меня есть несколько предположений, и я хочу с ними, или ими, или этими предположениями, простите, поделиться с вами. Дело в том, что, как тут заявили в Министерстве обороны Российской Федерации, обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации, указывается в сообщении Минобороны РФ. Как я это расшифровываю? Очень просто. Путин и компания, они все-таки ядерной войны не хотят. Почему? Потому что кто-то, например, я, объяснил им, что если вы грозите кому-то радиоактивным пеплом, кто вам сказал, что этот радиоактивный пепел не коснется вас и ваших стареющих тел, которые вы время от времени погружаете в различные грязи и бродите вместе по тайге, ну или бродили. И мое мнение, что Белоусов попросил телефонный разговор с Ллойдом Остиным, чтобы узнать, а что вы, господа капиталисты, блок НАТО там решили. Ведь этот телефонный разговор произошел сразу же после саммита НАТО. Мы об этом много говорили. По моему мнению, из всего возможного на данный исторический момент мы получили максимум от этого саммита НАТО. Там есть один момент, что пока не принято решение, что страны, которые на границе с Украиной, и страны НАТО имеются в виду, пока не будут сбивать своими комплексами ПВО российские ракеты, соответственно, на границе с Западом. Но мир не идеален, вот правда. Всегда хочется лучше и больше. И вот я задаю вопрос, и в качестве гипотезы хочу сказать следующее. Значит, обсуждаются некие правила войны. Здесь такая компьютерная игра даже. Правила войны. Как так сделать, чтобы изгнать российских оккупантов с территории Украины таким образом, чтобы кроме российских оккупантов никто не пострадал. И вот этот вопрос они обсуждают. Значит, о телефонном разговоре Лойда Остина и, соответственно, Андрея Белоусова сообщила заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синк. И да, там им было краткое сообщение только по факту. По факту того, что они созвонились и никаких подробностей. Но Сабрине все-таки задали один вопрос. В частности, ее спросили. А что вы думаете о возможности использования американского оружия Украиной для ударов по России? И мы это уже давно практикуем. Белгородщина горит, и это нам нравится. И не только она. Вопрос стоит просто. Будут ли у нас возможности использовать американские ракеты-атакам для того, чтобы сжечь российские аэродромы? И пока вопрос он такой, знаете, подвешенный объективно. Потому что они не говорят ни да, ни нет. Если, опять же, все назвать вещи своими именами. Сабрина сказала, что по этому вопросу политика США пока не изменилась. При этом она уточнила, что когда Россия атакует с другой стороны границы, тоже формулировка так себе, как это происходит, например, в Харьковской области, то США допускают возможность трансграничных ответных ударов. И я должна вам напомнить, говорит Сабрина, что у украинцев есть другие возможности для атак на дальнее расстояние, заявила она. Мы верим, что Украина продолжает добиваться успеха на поле боя. Я тоже в это верю. Хотя российские оккупанты из последних сил пытаются штурмовать наши позиции на Донбассе. Тут мы отправляем лучи добра нашим воинам и подпетры моему сбройне силы Украины. Так вот, давайте подумаем, о чем они могут говорить. Мне кажется, еще раз, это незнание, гипотеза, американцы пытаются каким-то образом эту войну ограничить в пространстве и времени. Нам это неприятно, потому что, конечно же, мы хотели бы получить ракеты, просто раздолбать Москву. Но Джозеф Байден говорит, что не надо Москву бомбить, и Кремль тоже, что в этом нет никакого смысла. По моему убеждению, это ошибочное мнение и маньяк Владимир Путин. Он переубедит всех. И Байдена, если вместо него будет Трамп или кто-то другой, он тоже убедит, что это нацисты, и они по-другому, так сказать, по-хорошему не понимают. Но вот с большой вероятностью там было сказано следующее. «Эй, Манничелла, если вы продолжите наносить такие удары по Киеву, как вы сделали с Ахмаддетом, тогда будут изменены и наши подходы». Ну, имеется в виду американские. Нас всех шокировало. Вот это вот зверство, этот вот нацизм лютый российский, такой, знаете, кристальный нацизм, когда они абсолютно осознанно бахнули по этой ракете, по этой больнице. И очень досадно, что мы не смогли сбить эти ракеты. Очень досадно. Но, кроме этого, в зоне поражения, вообще-то, тут находится и посольство, всех стран НАТО, все дипломаты тут присутствуют. И все были в зоне поражения. У нас, когда идет ракетный удар, по большому-то счету, шансов погибнуть в Киеве, может быть, не так много, как в Часовом Яре. Но мы все находимся в одинаковых условиях. В том числе и гости столицы с дипломатическими паспортами. Ну и плюс, это же очередное военное преступление. И я так понимаю, что там идет вот такое, не то что отвратительная формулировка, но она такая, какая она есть. Вы не бомбите условно Киев, а мы не бомбим Воронеж. Почему отвратительная? Потому что они ставят, получается, на данном историческом моменте детскую больницу и российские военные аэродромы на одну линию. Мне кажется, это ошибочное мнение. Тем более, если сжечь российские военные самолеты на аэродромах. А это самый лучший способ. Мы про самолеты сегодня еще будем говорить. Чтобы избавиться от ударов с воздуха, нужно самолеты сжечь на аэродромах. Ну, тут не надо заканчивать военную академию. И вот, получается, пока именно так. Мы будем смотреть дальше о развитии событий. Но почему я говорю, что нацисты, а не российские, убедят всех в том, что Путин беспредельщик, что он манничелла и других способов, кроме как бомбить Москву, на самом-то деле не просматривается. Значит, вчера же, кроме вот этого телефонного разговора, отметилась еще МИДовская шмара. В прошлом моя подруга Мария Захарова, Мария Владимировна, я кое-что хочу официально заявить. Мы сейчас послушаем ее синхрон, где она говорит, что обязательно будет взорвана киевская дамба, и не только киевская. Это мы сделаем, по ее мнению, чтобы обвинить Рашку. Так вот, забегая вперед, два заявления. Если уж станет вопрос что-то взрывать, то мы это будем делать на российской территории. Ну и личное послание Марии Захаровой. Если ты, МИДовская шмара, думаешь, что твоя дочь чем-то лучше моих детей, то ты ошибаешься. Очень сильно ошибаешься. Более того, я скажу так, мои украинские дети, потому что я потомок великих укров, они ничем не лучше и не хуже других украинских детей. И то, что ты сейчас говоришь, ну это можно назвать ипсо или как-то по-другому, но это никоим образом тебя не освобождает от ответственности. Подумай на досуге, когда в следующий раз будешь заглатывать клубнику. Маша знает, о чем я говорю. И не забывай повторять слово полуныться. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Давай, танцуй нацистскую... Эту... Что там она танцует? Чечетка? Я не знаю, за хорбу уже обучили правильным чеченским танцам? Или она еще пока по калинке-малинке? Абсолютно нет никаких сомнений, что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения. Зачем? Очень просто. Чтобы затем опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоцидии, заодно выключить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою туристическую деятельность. Засунуть ей в рот вот этот вот бантик, который у нее на одежде, или пожелать, чтобы у нее во рту перья поросло? Вы можете написать свое мнение в комментариях. Я же исхожу из того, что нужно использовать и первое, и второе. Захарова тут рассказывает о том, что Зеленский хочет взорвать наши гидротехнические сооружения на Днепре. Мол, мы сделали это с Каховской ГЭС, а теперь сделаем все остальное. По Каховке тут и видео было достаточно российских нацистов, российских солдат. Мы уже знаем командиров бригад, кто это все выполнял и отдавал соответствующие приказы. И понятно, что взрыв произошел в середине, то есть внутри строения. Потому что по-другому его бахнуть можно, конечно, но надо же какой-то взрыв а-ля ядреная бомба. Дело не в этом. Почему они об этом вдруг начали говорить? Ну, понятно, пытаются запугать украинское население, и ничего тут хорошего нет от этого. Но тут даже перечисляет, какие страхи и ужасы произойдут, если россияне взорвут Киевскую ГЭС. Я со своей стороны могу вам сказать следующее. Ну, бояться, конечно, это не грех. Тут вопрос в следующем. Надо думать не о том, что они хотят сделать, а что мы сделаем, чтобы их планы не были осуществлены, а наши планы были осуществлены. То, что Машка-нацистка сейчас скажет, она, ну, да, это статья, призыв к военным преступлениям. И Маша, она не дипломат. Некоторые считают ее алкоголевицей. Нет, она не львица, она шмара. И еще некоторые считают ее дипломатом. Нет, она не дипломат. Она даже не чемодан. Она человек говно. Результаты анализа показали, что в случае разлива Киевского водохранилища площадь затопления составит до 2000 квадратных километров. Под водой могут оказаться 76 населенных пунктов, не зданий, а населенных пунктов. При этом наиболее серьезный урон будет нанесен и расположен вдоль рек Днепр-Десна районам Киева. А число пострадавших составит до 900 тысяч человек, практически миллион, 90% которых – это столичные жители. Жители Киева. При разливе Канаевского водохранилища… Канаевского. Да, мы воюем с идиотами. Они нас хотят уничтожить и даже не знают, что они хотят взорвать. Канаевского. Я думаю, что Канаевская – это о Захаровой, о ее будущем, что она сканает. Можно, кстати, ее в Каневское водохранилище и вкинуть с двумя 155-миллиметровыми гильзами на ногах. Ну, чтобы того. Но вы поняли. Теперь вот вернемся к переговорам Илойда Остина и Андрея Белоусова. Кто-то скажет, а при чем тут одно к другому? Все очень, мне кажется, очевидно. То есть, американские наши друзья, которые нам очень и очень сильно помогают и без них нас бы тут уже разобрали, они вот, собственно говоря, насколько я понимаю, нацикам говорят, вот есть вещи, которые лучше не делать, потому что мы тогда точно передумаем и будет гореть и Воронеж, и Белгород, и другие российские города. Да, между прочим, Сабрина, когда говорила, что у нас есть средство поражения, длинная рука вооруженных сил Украины, что она имела в виду? Ну, пока это дроны, и они приносят ущерб. Неплохо так, кстати, рубают, поджигают, уничтожают. В Ростовской области что было сегодня ночью? Прилетели дроны, наши фашистские народные корреспонденты все поснимали, в интернет все повыкладывали, гудит. Им страшно. И это здорово, что им страшно. Значит, угроза взорвать Киевскую дамбу, и тут нужно еще раз подчеркнуть, они это сделают, если смогут, но они не смогут, потому что этот объект, он охраняется украинской армией, там и комплексы ПВО есть, и соответствующие антидиверсионные группы, все это понятно. Но смысл в чем? Они же соответствующие угрозы, но делают на самом-то деле в течение последних лет. Так все им хочется, как они говорят, Киев наш, поэтому давайте мы утопим его. Как говорят российские нацисты нам, нам нужна только земля, без людей. Из последнего, кто говорил о Киевской ГЭС, о Киевской плотине? Мы знаем этих людей, мы знаем их, и Кирилл Буданов их тоже знает. Упреждение банковое снес нахрен. Сразу. 15-го числа начинается с конвента республиканской партии. Да, прости, и тем, которые так переживают, и дамбу тоже киевскую. Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть, и все будет хорошо. Или уходите с Левобережья, зальет-то Левобережную, Левобережный Киев. Ну как это было в 61-м году. Это уже вы предлагаете. Я предлагаю снести сатанинскую власть. Но если снесет дамбу, то... Но население может успеть уйти. Там до четвертого этажа затопится. Да-да, но может уйти население-то. Его никто не держит. Модозвон, кстати, какой-то стал не очень уверенный. Он теперь уже съезжает. Это не я предлагаю взорвать киевскую дамбу. Хотя перед этим он же это сказал. Пытает соответственность на всех пропагандистов переложить. Ребята, вы все в списке. Вот все без исключения. И вот этот синхрончик я же его привел не для того, чтобы очередной раз повторить вот этот вот тезис и привести такие яркие доказательства, что нацисты, они и есть нацисты. А о том, что как они работают. Мол, соглашайтесь. Соглашайтесь на условия Путина. Потому что у вас некоторые гламурные блогеры уже сильно устали от войны. Потому что хуже будет. Может быть хуже. Только может быть хуже не только для нас, но и для российских оккупантов. А я повторю, что наша задача сделать так, чтобы они умирали, а мы нет. И есть хорошие новости в данном случае. Вот правда. Тут еще один любитель утопить украинцев в воде. Помните, у них был такой герой Антон Красовский. Очень откровенно заднеприводный парень, который предлагал топить украинских детей. Так вот, Захарова от Красовского ничем не отличается. И от Соловьева модозвона. Они тоже хотят топить детей и взрослых. Почему? Ну, потому что они пытаются решить украинский вопрос. Но, как говорится, еще вопрос, кто будет плавать. Почему я говорю о том, что есть хорошие новости? И не просто так Белоусов, которого в ближайшее время объявят Международный розыск, звонил Остину. Знаете, какой он вопрос задавал главный? А что там по самолетам? Ответ есть. Есть. Самолеты уже в Украине. F-16 уже в Украине. Теперь по поводу все это шума с самолетами F-16. Не надо их недооценивать. Совершенно. Здесь не так все просто далеко. И предельно понятно, что каждый самолет будет нацелен и будет стремиться, что сделать? Поразить нас. Бить нашего солдата. Какой умный генерал-лейтенант. Он, кажется, наш раскрыл. Раскрыл наш коварный план. Я единственное добавлю, что не только солдата, но и офицера, и генерала. Генерал Теплинский знает, смотри предыдущее видео, что бывает с российскими большими чинами на территории Украины. Их минусуют. К ним прилетает. И да, их разрывает. Не всех сразу на куски. Но Теплинскому пока повезло. Но кто сказал, что мы не можем повторить с ним сегодня? Бо, летаки летят, будем бомбить. Поэтому к этому надо относиться серьезно. Здесь вопрос не только в противовоздушной обороне. Понятно, что там 80 с лишним самолетов на Украине разместить априори негде. Их просто негде спрятать. Спрятать негде. Они будут моментально поражены, потому что вся территория Украины, либо аэродрома, простреливается нашими средствами дальними. По полной программе. Вы не знаете, почему у них такие грустные лица? Ну вот, знаете, качают понты. Вот все простреливается. Иногда попадают по аэродромам. Правда. Но тут критерий какой? То, что было в Мергороде, там есть мнение, что там были или макеты, или неработающие самолеты. Дело не в этом. Дело в том, что они-то попадают по аэродромам, но мы как бомбили их, так и продолжаем это делать. То есть украинские висковые поветряние силы, об уничтожении которых дегенерат Тувинский говорил еще в начале войны, продолжают минусовать российских оккупантов. И это критерий эффективности. И то, что они рассказывают, что они обязательно уничтожат F-16 все, потому что они видят все самолеты. Но если другие модели самолетов не уничтожили, то и эти не уничтожат. И понятно, у нас переход на эти системы вооружения, на F-16, он будет постепенный. Сначала придут 6 самолетов, потом 26, потом 46, а потом 106 и 166, или может быть даже 238. Почему так? Ну, правила войны так диктуют. То есть, главное, что начать бомбить, а далее, что все россияне умрут. И не случайно у Оли Скобеевой очень грустное лицо. Очень грустное. Сам самолет F-16 невеликая машина, это аналог нашего МиГ-29. Вопрос стоит, какое оружие на нем находится. Но самое-то такое нехорошее, то, что этих самолетов F-16 выпущено немеренное количество. Собрать можно и собирать, и собирать, и собирать. И вот здесь вопрос стоит. Первое, самое главное. Если они будут на Украине, мы спокойно будем уничтожать. Да, это будет на земле, да, это будет в воздухе, да, это будет в том числе, как бы идут они старики. Старики-нацисты. Гурулев дело говорит, это он Байдену обращается, что все-таки по Воронежу надо глупить и уничтожить на земле. На земле российские F-34, F-35, и все это говно, а-ля сухой суперджет. Повторить нужно этот подвиг. Это важно. Что еще? Мне нравится, что Путин воевался до такого уровня, что теперь стало понятно, почему нам передают F-16. Как говорят другие российские генералы-депутаты Госдумы, это ничего не изменит на поле боя. Надо еще добавить, как и другие системы поражения. Но если бы это было так, то, наверное, был бы парад в Киеве, а парада в Киеве нет и не будет. А вот насчет Москвы вопрос. Будет ли она? Ну, в смысле, Рашка и Мордор. Третий момент, и он, наверное, самый главный. Для натовцев самолеты F-16 и их применение на Украине, это не помощь столько в Украине, сколько проведение учений с боевой стрельбы по применению авиации НАТО против наших российских войск. Они хотят посмотреть, как это будет получаться на будущее. Потому что, посмотрите, заявление НАТО, они готовы уже будут через 5-6 лет полностью воевать с Российской Федерацией. Об этом говорят. Действительно, самолеты F-16 можно будет потестить в боевой ситуации против современной российской авиации. Тут ключевой момент, что этими учебными пособиями являются российские солдаты, офицеры и генералы. И не просто так у них стало значительно меньше желающих отправиться в фашистскую российскую армию. Почему? Потому что срок жизни на российского оккупанта он постоянно уменьшается на территории Украины. Ну, Белгородщина, Краснодар и так далее. И это важно. Россияне, пока живы, на вас тренируются западные системы. Это же здорово. Говорит это только о гении Владимира Путина, который молодец, достиг на геополитической арене все, что хотел. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До побачення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok